Всем еще раз привет и мы продолжаем. В Национальном банке, если посмотрите в таблице, есть еще вот такая монета. Прыжки с шестом. Вот она. Прыжки с шестом. Стоит она 6600. Ну и небольшое количество имеется еще практически по всем филиалам. Монета не унцовая. Монета весит всего 24 грамма. Серебра 925 пробы. Но она все равно интересна. Давайте тоже немножко расчетов. 24 грамма 925 пробы. Условно считаем по тысячной. Мы получаем, что у нас чистого серебра. Вот столько в этой монете. В пересчете, учитывая, что одна унция в среднем сегодня 25 долларов по бирже, у нас выходит, что вот эта монета в долларах стоит по серебру, чисто по металлу. Вот столько. Средний курс тенге. Мы получаем 7385 тенге за монету. Но в национальном банке она стоит всего 6600. Соответственно, мы имеем плюсом 785 тенге с монеты. Вы просто пошли в банк национальный, купили эту монету и уже в плюсе. Если вы ее сдаете по лому серебра, вы продаете отдельно коробочку. Можно вытащить монету из капсулы, продать отдельно капсулу. Монету сдаете просто по лому металла. И не забываем еще о другом моменте, что если вы приходите в национальный банк и в национальном банке вы оплачиваете по карте Каспи, то вы получаете еще 1% на карту от суммы. То есть все очень просто. Если вам повезло и у вас получилось купить 10 таких монет. То есть вы пошли, купили 10 монет по 6600. Вы заплатили 66000. 1% с этого вам сразу вернулся на карту. То есть 660 вы получили уже на карту. Плюс с 10 монет вы получили доход. Чисто от курсовой разницы. Плюс 660. С 10 монет вы уже сразу имеете 8500. Если сдаете их на лому. И это при курсе 414 и при цене серебра 25. А если в ближайшее время серебро выстрелит хотя бы до 40 долларов, то сядьте и пересчитайте, сколько вы заработаете. На том, что просто сходили в национальный банк, купили дешевых монет и проконтролировали график изменения курса серебра. Маркетологи национального банка. Учитесь людям объяснять, как надо продавать серебряные монеты. Учитесь их продавать. Все очень просто. И через пару дней мы скачаем эту таблицу и посмотрим, сколько в этой таблице будет пустых граф на монетах, которые стоят 7700, 6600 и 8900. Всего за несколько дней. Они будут такие же пустые, как пустые графы. Идут по золоту и по серебру. Как видите, практически все инвестиционное золото, инвестиционное серебро и даже коллекционное золото скуплено, потому что графики показывают рост. Просто надо уметь продавать тот товар, который производишь. Всем удачи! Ждите следующих роликов. Субтитры создавал DimaTorzok